Сюда, в пункт управления полетами на Спасской башне, поступила официальная команда «Отбой» воздушной части парада. Все-таки погода над столицей, рядом с ней не самая благоприятная облачность, слишком низкая, и экипажи самолетов и вертолетов получили приказ возвращаться на аэродромы базирования. Вот такая новость, повторюсь, не самая радостная, но все-таки празднику это не помешает. Сухопутная, если можно так сказать, часть парада все-таки состоится, люди и техника пройдут по площади. Давайте еще раз взглянем, как выглядит Красная площадь с высоты Спасской башни. Вы видите, что парадные расчеты выстроены, военнослужащие застыли в строю, трибуны тоже заполнены, все ждут начала. Куранты отчитывают последние минуты, когда они пробьют 10, грянет музыка, и торжественный марш по знаменованию 74-й годовщины Великой Победы начнется. Осталось совсем немного, давайте насладимся этим зрелищем. Да, спасибо, Павел. Четыре минуты буквально остается, пробьют куранты. Вот сейчас мы видим, что на Красную площадь направляется Владимир Путин. Следом за ним премьер Дмитрий Медведев. Они направляются к трибунам, где займут места рядом с ветеранами. Рядом с президентом Нурсултан Назарбаев, бывший президент Казахстана, он приехал на празднование 9 мая. И вместе с Владимиром Путином и Дмитрием Медведевым займут почетное место на трибуне рядом с ветеранами. Уже меньше трех минут остается до начала парада. Смотрите, у всех на груди георгиевские ленты. Все готово. На Красной площади заняли военные, замерли в ожидании. Техника застыла на Тверской. Вот сейчас мы видим, что президент здоровается, пожимает руки, и приветствует тех, кто находится на трибунах. Вы начальники, гости, ветераны. Ну, конечно, настроение сегодня у всех приподнятое. Улыбки, особое чувство, потому что атмосфера сегодня, в этот день, 9 мая, всегда. Особенно воодушевленные лица. Никакая погода, праздник нам испортить не в силах. Даже несмотря на то, что воздушной части грандиозной сегодня не будет, но это все равно праздник и атмосфера великолепное, настроение прекрасное. Уже совсем скоро президент займет свое место на трибуне. До парада меньше двух минут принимает парад главком сухопутных войск, простите, министр обороны, командует парадом главком сухопутных войск. Вот сейчас Владимир Путин говорит теплые слова ветеранам. Праздник, участник парада 41-го года. Вот у меня вот это даже записка можно... Президент или задержка. Да. Здравия желать. Спасибо, спасибо. С праздником. С праздником. С праздником. Храни вас Господь. Спасибо вас, Праздник. Товарищ главный командующий, я восхищен в вашей операции в Крыму. Молодец. Спасибо большое. Отпусти этот праздник. 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 Считанные секунды остаются до начала парада. Владимир Путин занимает свое место. Внимание. Приглашает всех присесть. Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Вознаменование 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Парад победы. Победы. Парад победы. Парад победы. Парад победы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Парад под государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы! Смирно! Для встречи слева! Накр-у! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Более 60 лет военнослужащие батальона почетного караула 154-го, отдельного комендантского преображенского полка под музыку песни Александрова «Священная война» вносят на Красную площадь государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы! Эта песня на стихи Лебедева-Кумача стала символом несокрушимой боли народа, вставшего на защиту Родины и победившего вероломного врага! Сегодня государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы в надежных руках лучших военнослужащих полка сержанта Ивана Шипицына и рядового Артема Степаненко возглавляют знаменные группы майор Алексей Рукленко и старший лейтенант Виталий Шипилов. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Парад! Смирно! До встречи слева! На крыту! Военный парад принимает министр обороны Российской Федерации, герой России, генерал армии Сергей Шойгу. Командует парадом главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Солюков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Товарищ министр обороны Российской Федерации, войска Московского гарнизона, для парада в ознаменовании 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены командующий парадом генерал армии Солюков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинается объезд парадных расчетов войск. Впервые парадные автомобили министра обороны и командующего парадом представлены кабриолетом Аурус, разработанным на базе новой российской автомобильной платформы в научном центре НАМИИ. По своим техническим возможностям автомобили соответствуют лучшему мировому уровню. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи! Поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи! ЗАСТАВКА Поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! ЗАСТАВКА ШУРА! ШУРА! До последней годы Вооруженные силы России приобрели новые качественные характеристики. Российская армия, надежный гарант суверенитета и независимости государства достойно решает свою главную задачу – обеспечение защиты нашей Родины. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Осуществляется освоение новых образцов вооружения и военной техники. Великой Отечественной войне Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Продолжается перевооружение российской армии. За 2018 год получено 4,5 тысячи единиц современной военной техники. Среди них 800 танков и БМП, более 270 самолетов и вертолетов, свыше 50 зенитно-ракетных систем и комплексов. 34 корабля. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи министры обороны! Поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Министр обороны завершил объезд войск и направляется для доклада президенту Российской Федерации к Верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Товарищ Верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации войска московского гарнизона к параду готовы! Министр обороны генерал армии Шойгу Вольно! Министр обороны генерал армии Шойгу Уважаемые граждане России! Дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичмены и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с Днем Победы, с Днем нашей гордости и скорби. Нашей безграничной благодарности защитникам Отечества, разгромившим нацизм. Сегодня все они на пьедестале грандиозной победы. Ради нее они воевали и трудились. Прошли жертвенный путь нечеловеческих испытаний, неизгибаемой твердыней, стояли в пекле сражений. Все выдержали, отдали все, что могли и добились, выстрадали победу. С каждым годом мы все больше, острее чувствуем нравственную мощь этого беспримерного подвига. Осознаем неприходящую ценность ратного триумфа нашего народа. Именно он защитил, спас Родину, стал надеждой, оплотом для всего человечества, главным освободителем народов Европы. В истории нашей страны немало героических свершений, но на особом месте победа над фашизмом, возмездие нацистам за все их причинство, за то, что они возомнили себя высшей расой и развязали страшную войну. Этой обнаглевшей силе покорились многие государства и безнаказанность застилала нацистам глаза. Они думали, что смогут также в считанные недели подмять под себя и Советский Союз, тысячелетнюю историческую Россию. Не вышло. Да, после вероломного вторжения врага на нашу территорию были и поражения, и отступления, и тяжелые потери. Но это не сломило Россию. Уже к началу июля 41-го в строй встали более 5 миллионов бойцов. Десятки тысяч добровольцев ушли в народное ополчение. Под шквалом огня на восток были вывезены сотни крупных заводов. И в невиданно короткие сроки производство было восстановлено на Урале, в Поволжье, Сибири. Все для победы стало девизом тыла. Именно здесь и был открыт наш второй фронт, трудовой и героический. Его могучий арсенал действовал безотказно. Победа ковалась всем народом. Одним из первых подлый внезапный удар захватчиков принял гарнизон Брестской крепости. Бились до последнего. Оставили потомкам на стенах цитадели надписи, от которых и сегодня перехватывает дыхание. Они звучат для нас как клятва и как наказ. Умираю, но не сдаюсь. Подвиги российских воинов в наши дни говорят о том, что этот наказ не забыт. Эта клятва принята на вооружение сегодняшним поколением защитников Отечества. И является главным залогом абсолютной надежности и непобедимости русского оружия. Именно так думали и так поступали в годы Великой Отечественной войны. Миллионы людей, сражаясь за родину в решающих битвах под Москвой и Сталинграде. На Курской дуге и на Днепре победа добывалась отвагой участников обороны древних русских столиц Киева и Великого Новгорода. Неустрашимостью защитников Смоленска, Одессы, Севастополя. Беспредельной стойкостью жителей блокадного Ленинграда. На каждом плацдарме, на каждом рубеже совершались подвиги огромной духовной силы. И часто совсем молодыми людьми. Среди удостойных звания Героя Советского Союза более половины бойцы до 25 лет. Многие уходили на форум прямо со школьной скамьи и навеки остались там, на передовой. Не узнали счастья любви, семьи, рождения детей. Солдаты своей страны не жалели жизни ради ее свободы, ради мирного будущего, ради каждого из нас. Мы никогда не забудем их мужество и самопожертвование. Ту непомерную цену, которой была оплачена победа. Склоняем головы перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Скорбим о ветеранах, которых уже нет с нами. Объявляется минута молчания. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Дорогие друзья, память о Великой Отечественной войне, СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 На Красной площади десантники 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского полка. В этом году полк отречает 75-летний юбилей со дня формирования. Во главе парадного строя командир полка, герой России, гвардии полковник Владимир Селиверстов. В руках десантников автомат АК-12. На ягле этого года страна отметит 100-летний юбилей легендарного конструктора Михаила Калашникова. Перед трибунами проходит парадный расчет военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации. Возглавляет парадный строй полковник Сергей Долгелев. Военные полицейские достойно представляют Вооруженные силы России в Сирийской Арабской Республике. По Красной площади проходят военнослужащие 38-й отдельной железнодорожной бригады. Парадный расчет возглавляет полковник Игорь Орлов. Более 150 лет военные железнодорожники обеспечивают бесперебойное снабжение войск, развивают железнодорожную сеть страны. На главной площади страны Краснознаменная ордена Октябрьской революции военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Тимошенко. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-майор Игорь Емельянов. В области академии достойно продолжают традиции фронтовиков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Впервые на Красной площади представители крупнейшего полицейского обуза страны Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации имени Владимира Кикатя. Парадный расчет возглавляет начальник университета генерал-лейтенант полиции Игорь Калимиченко. Более 80 тысяч выпускников университета успешно несут службу в органах внутренних дел Российской Федерации. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По брусчатке Красной площади проходит парадный расчет Академии гражданской защиты МЧС России, который возглавляет начальник академии генерал-лейтенант Виктор Панченко. За время своего существования академия подготовила более 5000 специалистов в области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. Каждый выпускник Академии несет в своем сердце девиз МЧС предотвращение, спасение, помощь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Красной площади парадные расчеты Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации открывает прохождение парадный расчет отдельный орденов Жукова, Ленина и Октябрьской революции Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. Во главе парадного строя генерал-майор Дмитрий Черепанов. В этом году прославленному соединению исполняется 95 лет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На главной площади страны парадный расчет Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института Росгвардии возглавляет парадный расчет генерал-майор Сергей Мухаед. Из стены института вышло более 40 тысяч офицеров внутренних войск Национальной гвардии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На марше Московской пограничной ордена Октябрьской революции Краснознаменный институт ФСБ России возглавляет парадный расчет начальник института генерал-майор Валерий Корзлов. За годы существования ВУЗа подготовлено свыше 50 тысяч офицеров пограничных войск и органов безопасности. Войска Западного военного округа на главной площади страны представляют воины московского гарнизона. Открывают прохождение военнослужащие прославленной 2-й гвардейской краснознаменной орденов Октябрьской революции Суворова Таманской мотострелковой дивизии. Возглавляет воинов-таманцев командир дивизии полковник Евгений Никитин. За проявленный героизм, самоотверженность и боевые подвиги в сентябре 41-го года дивизия в числе первых удостойна высокого звания «Гвардейская». На Красной площади парадный расчет 4-й гвардейской Кантемировской ордена Ленина краснознаменной танковой дивизии имени Андропова. Командует парадным расчетом командир дивизии полковник Владимир Завадский. За годы войны танкисты прошли боевой путь от Воронежа до Праги. 37 военнослужащих дивизии стали героями Советского Союза и полными кавалерами ордена славы. На марше парадный расчет 27-й отдельной гвардейской краснознаменной Севастопольской мотострелковой бригады во главе с командиром бригады полковником Дмитрием Аксеновым. В годы войны личный состав бригады освобождал Северный Кавказ, Крымский полуостров и Прибалтик. Сегодня бригада является передовым соединением западного военного округа. Завершают пешую часть парада курсанты Московского высшего общевойскового орденов Жукова-Ленина Октябрьской революции Краснознаменного училища. Командует парадным расчетом подполковник Дмитрий Лысов. За прошедшие 100 лет из стен учебного заведения вышло 5 маршалов, свыше 600 генералов. Более 100 выпускников училища носят высокое звание Героев Советского Союза, Социалистического Труда и Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok Тысяча военных музыкантов под руководством заслуженного артиста России генерал-майора Тимофея Маякина обеспечивают музыкальное сопровождение парада. Под звуки флейт и барабанов музыканты освобождают Красную площадь для прохождения военной техники. Начинается прохождение парадных расчетов механизированной колонны. В ее составе более 130 единиц современной боевой техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей российской армии. Открывает парад техники легендарный танк Т-34 под командованием старшего лейтенанта Сергея Громова. Колонну бронированной колесной техники вооруженных сил Российской Федерации представляют автомобили Тигр-М с боевыми модулями Арбалет и Корнет, а также бронеавтомобили многоцелевого назначения Тайфун с колесной формулой 4х4. Возглавляет колонну капитан Константин Фукс. На Красной площади колонна боевых машин пехоты «Урганец-25» и «БМП-3» 27-й гвардейской севастопольской краснознаменной бригады, предназначенных для передвижения мотострелковых подразделений и огневой поддержки их на поле боя. Возглавляет колонну майор Игорь Матвеев. По Красной площади проходит колонна современных образцов российской бронетехники. Танки Т-14 «Армата» и боевая машина поддержки танков «Терминатор». Во главе танковой колонны капитан Андрей Батурин. По Красной площади проходит парадный расчет 2-й гвардейской мотострелковой 3-жды орденоносной Таманской дивизии. По главе парадного строя танкистов капитан Андрей Сериков на вооружении танковых подразделений соединения стоит основной боевой танк Т-72Б-3 с комплексом динамической защиты. На Красной площади парадный расчет 106-й гвардейской воздушно-десантной тульской краснознаменной ордена Кутузовой дивизии. Парадный расчет боевых машин десанта и многоцелевых бронетранспортеров возглавляет майор Денис Бужков. В ходе учений боевые машины подтвердили высокие скоростные и огневые возможности. Артиллерия сухопутных войск представляет колонна 236-й артиллерийской бригады в составе 152-мм самоходных гаубиц М-100С. Колонну артиллеристов ведет майор Виталий Толочко. Про своей огневой мощи, скорострельности и подвижности артиллерийский комплекс остается одним из лучших в мире. На Красной площади дивизионы ракетных комплексов «Искандер-М» 112-й гвардейской ракетной бригады, имеющей 7 боевых орденов и дивизион реактивной системы залпового огня «Смерч» 79-й гвардейской реактивной новозыбковской трижды орденоросной артиллерийской бригады. Во главе парадного расчета майор Александр Моисеев. До сих пор никто в мире не смог достичь уникальных технических возможностей этих ракетных комплексов. На Красной площади парадные расчеты подразделений противовоздушной обороны сухопутных войск. Возглавляет колонну подполковник Максим Вороной. В колонне зенитные ракетные комплексы «Тор-М-2» 538-го гвардейского торнобольского ордена Александра Невского полка и «БУК-М-2» – лучшего соединения сухопутных войск 35-й зенитной ракетной бригады. В комплексе ПВО позволяет отражать массированные удары средств воздушного нападения с любых направлений. Парадный расчет воздушно-космических сил России представляет 612-й гвардейский киевский трижды краснознаменный орденов Александра Суворова и Богдана Кмельницкого зенитный ракетный полк. Колонну зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» возглавляет майор Михаил Смирнов. Тульские оружейники создали уникальный оборонительный противовоздушный комплекс для борьбы с любыми типами летательных аппаратов и ракет. На Красной площади колонна зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» 549-го краснознаменного зенитного ракетного полка под руководством майора Владимира Якунина. Комплекс «Триумф» способен поражать все средства воздушно-космического нападения противника. С каждым годом растет количество стран, желающих защищать свое воздушное пространство с помощью ЗРК С-400. По Красной площади проходит механизированная колонна Росгвардии. Возглавляет колонну капитан Виктор Карпов. На вооружении подразделений сил специального назначения бронированные автомобили «Патруль» и «Урал», позволяющие личному составу Росгвардии в кратчайшие сроки выполнять задачи и реагировать на изменяющуюся обстановку. Проходит специальная техника военной полиции Министерства обороны России. В ее составе универсальные автомобили повышенной защищенности «Тигр-М», «Тайфун-К» и «Тайфун-У». Во главе парадного расчета майор Павел Максимов. Специальная техника позволяет военным полицейским успешно выполнять широкий спектр специальных задач, подтверждая свои высокие эксплуатационные характеристики. На Красную площадь выдвигаются автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс» 54-й гвардейской ордена Кутузова дивизии ракетных войск стратегического назначения. Командует парадным расчетом подполковник Роман Бакшин. Ракетное соединение вооруженной комплекса «Миярс» составляет основу мобильной группировки ядерных сил России. Замыкают парадный строй боевой техники колесные боевые машины пехоты «Бумеранг» с флагами видов вооруженных сил Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Завершают парад совместным выступлением военнослужащие 154-го, отдельного комендантского приоброженского полка, суворовцы Московского военно-музыкального училища имени Валерия Халилова, музыканты оркестра московского гарнизона и девушки-курсанты военного университета. Командует девушками-курсантами полковник Олеся Пуха. Завершают парадный строй боевые машины. Валерия Халилова И ценности в Ко 13-го, Редактор субтитров А.Семкин «Бумеранг» Бумеранг» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА